Трилогия Сергея Лукьяненко Дальше этому парню во имя любви принцессе удалось добиться невероятно многого. Он совершил массу постбегов, стал по сути признанным героем, добился любви этой принцессы и даже стал официально ее мужем. Заодно, понятно, он узнает много нового. И в частности узнает, что вся эта немыслимо могущественная космическая цивилизация всего лишь эксперимент. Эксперимент наших своих потомков. Эксперимент землян будущего. Именно они создали эти космические монархии. Очень, кстати, похожие на мир Эдмонда Гамильтона. И он однажды узнает, почему они это сделали. И вот именно здесь начинается самое интересное. Но перед тем, как рассказать дальше о трилогии, я хочу немного остановиться на футаже, который вы сейчас видите. Сейчас мы с вами на планете, которую можно назвать планетой с постоянным галом вокруг звезды. На нашей планете гала очень редкое явление, которое рождают ледяные кристаллы в перистых облаках в верхних слоях атмосферы. Приблизительно на высоте 5-10 километров. Как правило, гала круглая или овольная, как и на планете, на которой мы сейчас с вами находимся. Но бывают исключения. Вернее, бывают очень необычные гала. В частности, известны случаи, когда гала превращала Солнце в огромный огненный трест, горящий в небе. Но и несложно представить, какое это колоссальное впечатление производило на верующих. Надеюсь, футаж вам нравится. Но вернемся к уцелу. Земляне будущего оказывается вовлечены в колоссальную космическую войну. Войну с некой, тоже немыслимо могущественной цивилизацией фангов. И земляне эту войну проигрывают. И тогда, ради спасения положения, возникает эта идея в прошлом создать вот эти могучие космические цивилизации из землян. Создать их для того, чтобы, когда придет время, они стали союзниками землян в войне с фангами. И здесь у Окьяненко в очередной раз начинается полемика с Иваном Ефремовым. Он второй раз показывает извращенное общество, возникшее на основе идей Ивана Антоновича. Напоминаю, первый раз он показал это в романе «Звезды холодные игрушки» «Общество геометра». Только фанги, в отличие от геометра, вне человекоподобны. Кто знаком с творчеством Ивана Ефремова, тот знает, что он отвергал добро и зло. Он считал их химерами. Нельзя познать законы добра и зла на научной основе, потому что таких законов, похоже, не существует. Добро и зло для каждого субъективны. Кроме того, добро и зло постоянно меняются, развиваются, меняются местами и так далее. И поэтому нельзя строить нашу цивилизацию, как мы делаем сейчас, на основе добра или, как сейчас это называется, гуманизма, признавая его высшим идеалом. Иван Антонович считал, что высшим идеалом должно быть другое понятие. Понятие красоты. Красоты, как меры, доведенные до совершенства, или красоты, как целесообразность. Вот она объективна. Он дал очень интересное определение красоты в романе «Лезвие бритвы». Я его практически помню наизусть. Красота – это правильная линия к единстве и борьбе противоположностей. Та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки. И называли арестом, наилучшим, считая его синонимом миру, точнее, чувства мира. Я его представляю себе чем-то крайне тонким, потому что найти его, осуществить и соблюсти нередко так же трудно, как пройти по лезвию бритву, почти невидимому, из-за чрезвычайной остроты. Но целесообразность или красота, в отличие от добра и зла, объективна. И ее законы поддаются научному познанию, научному постижению. Так вот, у Лукьяненко именно на основе вот этого понимания Иваном Антоновичем Ефремовым красоты и возникает сверхцивилизация фангов. Только она извращенная. Фангов, как это ни невероятно, пленила красота войны. Их пленила красота подвига, мужества, самопожертвования, сражений. Войны, к сожалению, тоже есть своя эстетика. И как это ни невероятно звучит, но колоссальную космическую войну фанги ведут с землянами только ради этой самой войны. Только ради красоты, точнее, этой войны. Может ли такое быть? Могла ли возникнуть такая извращенная сверхцивилизация, которая не понимает элементарные вещи, что мир целесообразнее войны? Кто его знает? Книга эта писалась в начале 90-х, а тогда, я скажу, на фоне того, что мы видели каждый день, казалось возможным не такое. Но есть одно но. И очень серьезное но. У Лукьяненко, как и в «Звездах холодной игрушки», нет ни слова, ни полслова, что это извращенное понимание. Точнее, извращенное толкование концепции Ефремова. Похоже, он и цивилизацию геометров, и цивилизацию фангов считает закономерным, так сказать, этапом развития идей Ефремова. Или, если не сказать, неизбежным этапом. Концепция Ефремова, он считает, тоже приведет, похоже, к тому, что общество ее принявшее однажды выродится. Хотя, конечно, однозначно, такой вывод сделать нельзя. Он всего лишь напрашивается. Но нельзя сказать, что Лукьяненко так и думал. Хотя бы потому, что герой, понятно, все же сумел найти способ показать фангам, что мир целесообразнее войны. И принести мир обоим великим сверхцивилизациям, прежде всего сверхцивилизациям наших далеких потомков. Впрочем, каждый здесь должен вывод делать сам. Безусловно, рекомендую книгу к прочтению. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в конечных заставках. Продолжение следует...